Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня хотелось бы поднять такую тему, которая наверняка найдет отклик в ваших душах, как декоративно-лиственное растение, которое можно использовать для вертикального озеленения, для подвесных корзин, для кашпо, для вазона. Кроме уже ставшей популярной ипомеи ботат с ее многочисленными сортами, вы наверняка встречали в городском озеленении такое растение, как плектрантус колеусовидный. Это растение чаще всего выращивается, его пестролистная форма с белой каймой по краю листьев, отличается достаточно резким и интересным запахом, и оно отличается очень сильной энергией роста и мгновенной практически укореняемостью. Даже небольшой черенок с двумя-дремя парами листьев, которые вы воткнете прямо в землю, способен укорениться в течение 1-2 недель и в ближайший месяц дать вам хороший, красивый, пышный кустик, при условии, что вы его регулярно поливаете, и почва достаточно плодородна. Это растение к концу летнего сезона способно развивать плети длиною до 80-100 см. То есть это очень быстрорастущее и пышное растение, поэтому подкормки при выращивании в ограниченном объеме почвы обязательны. Еще один родственник этого растения, который не так давно появился у нас на рынке, это плектрантус ресничатый. Это растение чаще всего выращивается в своей видовой форме, либо выращивается его сорт, который отличается темно окрашенной, пурпурновато-бордовой листвой. Это растение хорошо себя чувствует в некотором затенении. Его листья более крупные, чем у плектрантуса колиусовидного, и также имеют достаточно интересный и необычный аромат. Кроме того, это растение на солнечных местах способно образовывать соцветия небольших сиренево-синих цветков, которые тоже достаточно декоративны. Если вам нравится изящная и нежная зелень, попробуйте посадить коллизию ползучую. Это растение из семейства камелиновых, родственник традисканции. Внешне оно напоминает самую обычную традисканцию, но только с очень мелкими листочками. И оно цветет белыми изящными цветками, если выращивается при достаточном освещении. Но в принципе это растение довольно неприхотливо и может расти в достаточно сильном затенении и не терять декоративности. Листья этого растения также имеют легкий пурпурно-бордовый оттенок. Но самым насыщенным и выраженным пурпурным цветом из всех предложенных ноя летников отличается генура оранжевая. Оранжевая она называется по окраске своих цветков. И это растение было очень популярно как комнатное растение лет 15-20 назад. Но, как оказалось, в комнатных условиях это растение не слишком привлекательно, поскольку зимой оно вытягивается, теряет декоративность. А вот для озеленения кашпо это растение действительно находка. Попробуйте посадить его, и вы будете восхищаться его махнатыми, такими сиренево-лиловыми листьями на протяжении всего сезона. Единственный момент, цветки генуры, они обычно появляются в очень жаркие засушливые периоды. Они достаточно яркие, эффектные, но имеют очень неприятный запах, поэтому лучше их удалять. Но если вам хочется более нежных и светлых красок, посадите такое растение, как гелихризум или цмин черешковый. Это растение засухоустойчиво, размножается оно чаще всего черенками, но также можно вырастить его из семян. При этом семена следует высевать очень заранее, поскольку они очень медленно развиваются при недостатке солнечного света. И чтобы получить красивую рассаду из семян, необходимо посеять это растение не позднее, чем конец февраля. Черенки укореняются достаточно быстро, но важный момент, постарайтесь не слишком переувлажнять почву, поскольку черенки этого растения легко загнивают. Еще одно изящное серебристое растение, которое также эффектно смотрится в подвесных кашпо и оттеняет темную зелень, либо яркие цветки петунии. Это дихондра ползучая. Видовое растение дихондры имеет лишь легкий серебристый оттенок, а ее сорта отличаются яркой, насыщенной серебряной листвой, которая напоминает монетки. Это растение чаще всего выращивают из семян. Семена также высевают заранее, в январе-феврале месяце. Поэтому если вы приобрели семена этого растения, либо собираетесь это сделать, то вам стоит поторопиться, поскольку посеять эти семена необходимо не позднее, чем до конца февраля. Также дихондра развивается медленно при посеве семян и до апреля месяца, до того момента, когда солнце не начнет светить ярко и продолжительно, растет она, конечно, достаточно медленно и требует неоднократных перевалок. Но, поверьте, это растение стоит того, чтобы украсить ваше кашпо. Более неприхотливым и простым растением, которое имеет такую легкую светлую окраску, является молочай зверобои-листный. Это растение пока не очень популярно у нас и далеко не всегда мы можем найти его на прилавках магазинов, но если вы вдруг увидите семена этого растения, попробуйте его вырастить. Выглядит оно очень интересно и изящно. В декоративности ему придают предсветниковые листья, которые окружают мелкие невзрачные цветки этого молочая. Они имеют серебристо-белую окраску и придают растению пышный воздушный вид. Но на самом деле самым любимым растением среди всех декоративно-лиственных растений для кашпо является один из видов герании или пеларгонии. Эта пеларгония относится к группе душистых и она пока не слишком популярна среди цветоводов, поскольку цветение у нее не самое выразительное. Но если вы вдруг найдете это растение в продаже, не поленитесь, приобретите, не пожалеете. Это растение действительно очень необыкновенное. Пеларгония душистая или пеларгония фрагранс – это гибрид двух видов душистых пеларгоний, которые родом из Южной Африки. Это растение отличается достаточно мелкими гофрированными листочками с легкой серебристой опушенностью. Чем ярче солнечное освещение, тем более серебристые листья у этой пеларгонии. Но самую фишку этого растения составляет ее совершенно уникальный аромат. Аромат некоторыми описывается как аромат мускатного ореха. Мне он больше напоминает ароматы розмарина и мяты вместе смешанной. Если вы любите необычные ароматы и любите такие растения, попробуйте найти и посадить это растение в своем саду. Надеюсь, что мой рассказ поможет вам выбрать растения для ваших кашпо на новое лето, и вы будете наслаждаться им вместе с нами. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!